На Украине в Славянске введен комендантский час, но местные ополченцы усиленно готовятся к отражению штурма блокпостов и административных зданий. По словам местных жителей, в город для подавления народных волнений, кроме военных, киевские власти продолжают стягивать и боевиков правого сектора. Так, накануне в Славянске сдержали активистку радикальной организации «Ирму Крат». Известно, что в среде националистов ее считают лидером так называемой «женской сотни Евромайдана». Репортаж Михаила Чабаненко. Очередные трагические новости стали причиной экстренной пресс-конференции, исполняющего обязанности мэра Славянска. В рядах представителей самообороны города снова потери. Тела двоих мужчин со следами пыток в реке нашли сотрудники милиции. Местные жители, протестующие против новой киевской власти, опознали в них своих земляков. Вероятнее всего, уверены горожане, ополченцы погибли от рук боевиков правого сектора, которые несколько дней назад вместе с военными прибыли в Славянск. Со следами пыток, со вспоротыми животами. Мы признали в них своих, но сейчас мы уточняем данные по этим людям. Информация о том, что новое украинское руководство собирается бороться с мирными жителями востока страны при помощи боевиков национальной гвардии и правого сектора, только подтверждается. Ополченцы советуют горожанам не ходить по одному и не появляться в безлюдных местах. Каждый час становится известно о нападениях радикалов на безоружных людей. А эти кадры сделаны минувшей ночью. Ополченцы, дежурившие на въезде в город, задержали лидера женской сотни Майдана Ирму Крад. Она известна как яркий представитель радикального движения. По словам противников нынешнего киевского руководства, Крад не просто причастна к расстрелам и пыткам пророссийских активистов. Она была одной из тех, кто этим руководил. Она подозревается в многих преступлениях на Майдане против верхних жителей. Поэтому мы посчитали своим правом ее задержать. И она будет находиться подбежной, пока мы не разберемся в частности в виде военных преступлений. Сама Ирма Крад на допросе заверила жителей Славянска, что приехала в город как частный журналист. Якобы хотела сделать несколько фотографий сторонников федерализации. Видимо на телефон. Никакой съемочной техники, даже фотоаппарата у женщины при себе не оказалось. Чтобы защитить мирных горожан от провокаций и нападений со стороны радикалов, ополченцы Славянска ввели комендантский час. Теперь в городе с 12 ночи перестанут ездить такси, закроются круглосуточные магазины, а дружинники и дежурные на блокпостах будут у всех, без исключения, проверять документы. Для того, чтобы мирные граждане не пострадали, для этого ввели комендантский час, чтобы было на улицах спокойно. Чтобы никто не пострадал, потому что провокаторы приезжают и устраивают все эти неприятные вещи. Из-за этого, в принципе, и руководство, и город пошли на такие меры. Ополченцы убеждены, перед провокаторами, которые приехали в Славянск, стоят конкретные задачи. Ведь, по их информации, в минувшие выходные временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов издал новое распоряжение о зачистке юго-востока страны, выступающего за федерализацию. В первую очередь, Славянска. Здесь самые активные протесты против, как выражаются горожане, самопровозглашенной власти страны. Мирные жители уже начали запасаться продуктами питания и водой. Ходят слухи, что Киев собирается блокировать им поставку продовольствия. Михаил Чабаненко, Савва Морозов, Никита Забродин. Телекомпания НТВ.